В Новом Завете есть несколько таких отрывков, которые что-то говорят нам, используя образ двери или образ ворот. Эти отрывки, их нетрудно вспомнить, очень легко вспомнить. Ну, вот, к примеру, есть тесные ворота, которые нужно найти, которыми нужно войти. Или мы смотрим другой библейский текст, когда определенная группа людей отвечала призыву Бога, что апостолы говорили, что Бог открыл дверь, Бог открыл дверь веры язычникам в этом случае. Еще один пример – большие возможности для служения благовестия. И апостол Павел говорил, передо мною открыта широкая дверь, открыта широко. А вот есть один библейский отрывок, где Иисус Христос называет себя дверь. Я этот отрывок прочитаю, Евангелие от Иоанна, 10 глава, седьмого до десятого стиха. Евангелие от Иоанна, 10 глава, седьмого стиха. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, войдет и выйдет, и пажет, найдет. Вот вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком». Ну вот еще одна тема для благодарственной молитвы вот в нашей жизни и вот в нашем сегодняшнем служении – это благодарить Бога за жизнь с избытком. Вот немножко мыслей по этому библейскому отрывку. Вот мы с вами замечаем, что Иисус Христос был таким проповедником, который очень легко находил связь со слушателями. А вот в Палестине I века практически все люди хорошо понимали вот этот язык, язык ухода за овцами. Ну и, к примеру, это не один отрывок, где Господь образно показывает себя как вход. Вспомните встречу Христа с Нафанаилом, где Нафанаил услышал о том, что Иисус Христос – это лестница, которая соединяет небо и землю. Ну или вспомните, что Господь говорил в Фоме. Он ему сказал, что «Я есим путь». А вот, читая Евангелие от Иоанна, 10 главу, нам с вами необходимо представить себе овчарню. Ну или это такое помещение, помещение для овец. И вот Господь показывает, люди это хорошо понимали, что в этом помещении, Он говорит, есть только одна дверь. И овцы, и пастухи должны войти через эту дверь. И вот Он как бы подчеркивает, и люди хорошо это поняли, действительно это так, что другого пути нет. Нет другого пути ни для пастухов, ни для овец. И так Иисус Христос – это путь, которым должны войти и пастухи, и которым должны войти и овцы. Но почему же Господь говорит и о пастухах? Почему не только говорит Он об овцах? Он говорит это для того, чтобы выделить целую группу людей, которых Он не один раз в этом отрывке называет воры и разбойники. Да, такой была обстановка Палестины I века. Людей, ответственных за народ, интересовало не благополучие овец, а собственная выгода. Ну вот, к примеру, из истории известно, что саддукеи, в частности, делали большие деньги на храмовые религии. А из Священного Писания, у нас есть такой библейский отрывок, где написано, что фарисеи были сребролюбивы. То есть люди, которые, люди, ответственные за народ, их больше интересовало не благополучие овец, а собственная выгода. И вот Господь людям, которые его слушателям, показывает следующую иллюстрацию, Он говорит о том, что есть пастух, который приходит в овчарню, но он приходит утром, и он приходит первый. И вот как бы намекая, Он говорит и показывает, что вот все те, кто предшествовал, оказались ворами и разбойниками. Почему? Потому что они действовали в темноте. Ну, скорее всего, смысл заключается в том, что если люди хотят привести кого-то, других, в Божье лоно, они сами должны войти в Него воротами. То есть если человек хочет привести кого-то к Богу, он сам в первую очередь должен войти этими воротами. Ну, помните этот очень важный принцип Нового Завета. Вот апостол Павел пишет Тимофею и говорит, вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Для чего? Потому что так поступая, ты себя спасешь, и потом слушающих тебя. Итак, войти можно только через одну дверь. Воры и разбойники, потому что отказались прийти к Богу через Иисуса Христа. Все, кто пытается дать жизнь другим, должны в первую очередь войти через Иисуса Христа. И вот Господь говорит, что овцы их не слышали, овцы их не послушали. Ну, в ожидании истинного пастыря хватило духовной проницательности. «Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Иисус Христос повторяет, что он дверь. Представьте себя одним из его слушателей. Ну, вот если бы мы с вами были в то время и были частью культуры того времени, мы бы очень, как вы заметили, обратили внимание, что слова этого проповедника выделяются впечатляющей простотой. Вот так вот он говорит. «Войдет мною» или «войдет через меня». То есть именно он, вот тот, кто говорит, и никто другой позволяет людям войти в спасение. Именно он и никто другой позволяет людям войти в спасение. А вот в отношении двери или входа есть определенная исключительность. То есть Господь подчеркивает, дело в том, что существует только одна дверь. Если есть только одна дверь, то люди должны войти через нее или остаться снаружи. То есть люди не могут требовать никакой другой двери. Вы знаете, вот в том, как написано «Евангелие от Иоанна», есть несколько особенностей. Вот я обращу ваше внимание очень коротко. К примеру, вот совсем нечасто евангелист Иоанн, когда пишет свое Евангелие, он использует глагол «спасать». Не использует глагол «спасать» очень часто. Вот представьте теперь, мы с вами слушаем слова Христа, которые в Евангелии от Иоанна, он нечасто говорил. «Кто войдет мною, тот спасется». Да, это слово редко встречается вот в Евангелии от Иоанна, но в этом нет никакой тайны. То есть в этом слове нет никакой тайны. Вот с другой стороны, вот автор этого Евангелия, апостол Иоанн, очень ясно дает понять, что именно спасение было целью прихода Христа. Именно спасение людей было целью прихода Христа. «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Или вот слова самого Господа, «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Итак, «спастись» – это такой большой термин в Евангелии от Иоанна, который показывает человека, который освободился от последствий своего греха. Спасенный человек в Евангелии от Иоанна – это человек, который освободился от последствий своего греха. То есть человек пришел в благословение Бога. Вот посмотрите, как это вот ясно об этом говорит Господь в этом отрывке. И вот в этом отрывке спасение человека, оно приобретает этот интересный образ, образ надежного пастбища. Образ надежного пастбища. Ведь для овец в действительности не существует большего блага. То есть большего овцам не нужно, им нужно хорошее, надежное пастбище. Овца, вошедшая в эту паству через Христа, он говорит, что может входить и выходить свободно. В том смысле, что все нужды вот этих вот овец, которые находятся вот в этой пастве, они будут удовлетворены. И эта мысль, она вновь Господом развивается опять в контрасте с вором. И он повторяет, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Если вор, Христос говорит, его интересы полностью эгоистичны, он крадет, убивает ради пропитания, ради своего пропитания, то есть он уничтожает овец, он приходит только для того, чтобы причинить вред стаду и совсем не интересуется благополучием стада. То есть напротив, Христос, он как бы противопоставляет себя, подчеркивает и говорит, я пришел ради блага овец. Он пришел для того, чтобы они имели жизнь и не только жизнь, и не просто жизнь, но и жизнь с избытком. Ну и получается, что в жизни тех, кто входит в его лона, нет ничего стесняющего или ограничивающего. Знаете, в каком смысле? А в таком смысле, что заботы Бога в нашей с вами жизни больше, чем достаточно. Заботы Бога в нашей с вами жизни больше, чем достаточно. То есть, ну, услышите это, друзья. Не просто достаточно, а больше, чем достаточно. Ну, я думаю, все богослужение, мы как раз об этом и говорим, что заботы Бога о нас с вами больше, чем достаточности. Ну и самое последнее. Еще одна особенность вот Евангелия от Иоанна. Теперь слово, которое очень часто используется. Если глагол спастись используется нечасто, то есть слово, которое очень часто используется, и это слово жизнь. Это слово жизнь. То есть, одно из понятий, которое характеризует именно апостола Иоанна. Ни в одном другом послании Нового Завета мы с вами не встретим вот слово жизнь вот так часто, как оно встречается в Евангелии и в посланиях апостола Иоанна. А вот начинается Евангелие от Иоанна следующими словами. В нем была жизнь. И он говорит об Иисусе Христе. И это опять очень интересно услышать. То есть, если в общем, вот допустим, Иоанн, когда говорит о жизни, у него больший акцент всегда на жизнь вечную, вот жизнь с избытком даже, когда мы говорим, это не просто вот, что, знаете, нам сегодня будет очень хорошо, а вот такой конкретный большой намек на то, что наши нужды удовлетворены до такой степени, да, друзья, что мы с вами войдем в вечную жизнь, что сегодня вот вечная жизнь, она уже становится нашим с вами достоянием. Но вот начинается Евангелие, оно опять таким широким термином, где он говорит, что в Иисусе была жизнь. То есть, обратите внимание, друзья, он не говорит о жизни как сотворенной. Он не говорит о том, что вот жизнь была сотворена Христом. Он не говорит, что жизнь была сотворена посредством или через Слово. А посмотрите, насколько глубже написано, что жизнь, она в нем. Жизнь существует в нем, в Иисусе Христе. Ну, конечно, здесь присутствует вот такой вот двойной смысл. То есть, жизнь, о которой пишет Иоанн, это прежде всего ну, та жизнь, которую мы находим на этой земле. Но вот именно жизнь на этой земле, наша с вами жизнь, она постоянно нам напоминает. Постоянно напоминает, постоянно и говорит о том, что есть духовная жизнь, более значимая жизнь. Вот поэтому вот эти вот слова Христа, помните, Он пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Он умер, чтобы люди имели жизнь вечную. Он отдает плод свою за жизнь мира. Только те, кто ест его плодь и пьет его кровь, имеют жизнь. Точно так же, только те, кто приходит к нему, имеют жизнь. Ну, и большой-большой пример этого Евангелия, как Господь жизни, Христос воскресил Лазаря из мертвых. Бог – это источник жизни, физической жизни вечной, и дает эту жизнь через Иисуса Христа. И Иисус Христос – это жизнь. Я думаю, этим много сказано. Подумайте, друзья, что вот прошло столько много веков после того времени, когда жил Господь. А вот мы с вами все еще сегодня вдохновляемся этой личностью, личностью Господа Иисуса Христа. Подумайте вообще, вот сколько, сколько людей на земле вот личность Господа и сегодня вдохновляет. Это люди разных рас, это люди разных социальных положений, это люди в самых разных странах мира. То есть мы с вами и сегодня видим эту жизненную силу, ту жизнь, которой является Иисус Христос. Вы знаете, вот в одной книге я прочитал высказывание писателя, вот человек, который пишет книги. Писатель, вот он на личность Христа, он посмотрел вот именно как автор книг, как вот человек, который пишет о каких-то персонажах. Он отметил, знаете, интересно, вот из своего опыта он говорит, хорошо знает, что вот когда ты пишешь книгу, это очень и очень трудно дать жизнь персонажу. Ну, допустим, персонаж, о котором ты пишешь, да, друзья, вот автору очень-очень трудно дать ему жизнь, вот так, чтобы он жил в века. И вот обычно, если какой-то человек пишет книгу, то эта книга, она живет какой-то сезон, какой-то сезон. Ну, вы знаете, вот, друзья, даже если сравнить вот тех персонажей, которые живут веками, Одиссеи, Дон Кихот, Гамлет или Данте, все они остаются крошечными тенями на фоне красоты характера Иисуса Христа. Кто-то сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. Кто-то сказал, а какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Кто-то сказал, пустите детей приходить ко мне, не возбраняйте им, потому что таковых есть Царствие Божье. Кто-то сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье. И кто-то сказал, все взявшие меч мечом погибнут. И мы с вами понимаем, тот, кто сказал эти слова, он был великим. И сегодня он остается живым. И мы с вами находимся в 2021 году, а его слова не потеряли даже тень красоты и истины. Его личность не потеряла тень красоты и истины. Конечно, дорогие друзья, Христос не живет просто в том смысле, в ком живут персонажи литературных произведений. Иисус Христос, Он живой сегодня. И в Нем есть, существует эта жизненная сила, которую мы не встретим в других местах. И именно на этой жизненной силе делает акцент евангелист Иоанн. Слава Богу за это. Аминь. 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 Слава Богу.